Друзья, всем привет! Сегодня, наконец-то, долгожданный ролик. Ролик связан с проблемой, которая встречается в последнее время все чаще и чаще. Это проблемы, связанные с ноутбуками Asus. Почему-то это моя статистика, я не утверждаю, что это только так. Но в последнее время с ноутбуками Asus, с нестарыми, которые проданы год назад, вот сегодня был аппарат, случается такая штука, что BIOS летает, грубо говоря, на ровном месте. Вот сегодня была девушка, у которой смотрела фильм, ноутбук просто выключился. В итоге помогла перепрошивка BIOS. Но на сайте они лежат в виде не для программатора, то есть размер дампа 8 мегабайт, а на сайте лежит 6. И сегодня я хочу вам рассказать, как из этого BIOS 6-метрового, и BIOS, который вы сливаете с ноутбука, как сделать рабочий BIOS. Для начала я хочу вам рассказать о канале Техноремонт. Здесь вы можете посмотреть очень много полезных видео на разные тематики, как то ремонт телефонов, есть и обзоры тех же самых железочек, инструментов. Все это достаточно грамотно, достаточно интересно и познавательно. Так что ссылочка будет под видео. Посмотрите, подписывайтесь, очень интересный канал. Так, а начнем мы вот на примере сегодняшнего аппарата. Аппарат назывался ASUS N705UD. Давайте я прям сначала все сделаю. Что я сделал с самого начала? В разделе техподдержки, точнее поддержки, здесь просто мы, собственно, набираем N705UD. нам сайт предлагает аппарат, его полную модель. В разделе драйверы и утилиты мы находим BIOS и ПО. выбираем модель, у нас именно UD, и нажимаем скачать. У нас скачивается архив. Так. N705UD. Скачиваем архив, распаковываем, и у нас, собственно, мы видим вот этот 6-мегабайтный файл. Нам нужно 8, то есть вот DLBIOS, это BIOS слитый с аппарата, который включается, но у него не было изображения. Мы открываем этот дамп. Смотрим его. Заканчивается он у нас в 16-ти речной системе на адресе 7FFF0. Также мы открываем здесь скачанный BIOS. Вот он, 6 мегабайт. И рядышком его оставляем. Он у нас заканчивается на адресе, так как он меньший, заканчивается на адресе 607F0. Нам нужно, то есть вот мы смотрим, вот этот скачанный, слитый дамп, он заканчивается у нас вот на какие-то там, на какую-то билиберду, и в конце там, мягкий знак, как-то я. BIOS, скачанный с сайта, у нас заканчивается ровно такими же данными. Вот в последней строчке, как минимум. То есть это говорит о том, что вот эти 6 мегабайт, которые мы скачали с сайта, они должны быть конечными 6 мегабайтами. То есть верхние 2 мегабайта мы берем из слитого дампа и пришиваем туда 6 мегабайт, скачанных с сайта. Как это делается? Для начала мы берем калькулятор, делаем его программистом, то есть в режиме программистов, выставляем 16-ричную систему, и из этого адреса слитого дампа 7FFFF0 мы вычитаем размер скачанного дампа с сайта 607F0. 607F0. И получается, что у нас 2 мегабайта заканчиваются на адресе 1FF800. И дальше 6 мегабайт еще идет. Мы выделяем весь скачанный дамп, он 6 мегабайт, копируем, переходим в слитом дампе на адрес 1FF800. 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 И не важно то, что здесь пустота, это все не важно. И Ctrl-V вставляем. И у нас четко вот это вот красное, это то, что мы скопировали, сшили, так сказать, оно у нас заканчивается четко в том же месте, где и было. И этот файл мы сохраняем. Ну, он у меня уже сохранен. Ну, вот я его назвал 1, 2, 3. Давайте мы сейчас по-другому его 3, 2, 1 назовем. И самое главное, он должен, конечно же, быть точно по размеру размеру 1 в 1 со скачанным. То есть, вот скачанный сноутбука, слитый сноутбука, он имеет полный, полный по-байтовый размер 8 миллионов 388 тысяч 6608 байт. Тот, который мы сделали, у нас весит ровно столько же. Вот этот файл уже подходит для программаторов. Этот файл мы зашиваем во флешку биоса и аппарат стартует. Вот так делается, в частности, с ноутбуками Asus, с ноутбуками HP. Там своя история, там еще он закриптованный. По этому поводу у меня тоже есть ролик на канале. Но вот я решил записать это видео, потому что за последнее время достаточно часто приходят аппараты, в частности, Asus, не старые, не 5-и, не 6-и летние, а вот год-два приходят вот с такой проблемой. И вот таким образом готовится и сшивается биос для программатора. Все, всем спасибо. Стримы каждую субботу. в 10 вечера.